Это была борьба женщин из рабочего класса, борьба анархисток. История о том, как женщины сопротивлялись гнету сразу трех глобальных структур и капитализма, и набирающего обороты фашизма, и патриархата. Их затыкали и обесценивали свои же товарищи по движению, но эти свободные женщины ни под кого не прогибались. Они боролись с гендерным угнетением, хотя даже не называли себя феминистками. Всем пламенный привет, меня зовут Кира, и в этом ролике я расскажу, какие чудеса творит женская самоорганизация и классовая солидарность. Ведь такое мощное комбо способно создавать по-настоящему эффективные организации. Я расскажу о том, как женщины сражались в рамках революционного и антифашистского движения накануне Второй мировой, как они определяли ход гражданской войны, и как сумели доказать всему обществу, что место женщины в авангарде революции, а не в обслуживании революционеров-мужчин. И разберу я это все на примере гражданской войны в Испании 1936-39 годов. Анархисты и фашисты, монархисты и сталинские агенты, неожиданные союзы и предательства. Одним словом, тот еще экшен, и все это гражданская война в Испании. От исхода этой битвы титанов зависело соотношение фашистских и антифашистских сил накануне Второй мировой. Мир в начале 30-х вообще колотило не по-детски, и, собственно, этот глубокий системный кризис и пытались оседлать идеологи тех или иных мастей, предлагая свое видение, как улучшить жизнь людей, ну или закабалить еще больше. Так тоталитарные режимы зацвели буйным цветом. К счастью, зиговать захотелось далеко не всем, и вот Испанская революция предложила свой путь анархистский, противостоящий набирающему обороты тоталитаризму. Так что гражданской войной в Испании было, по сути, столкновение двух идеологий — леворадикальной и фашистской — битва между анархистами и генералом Франциско Франко. Разумеется, сопротивление Франциско Франко оказывали и другие политические силы, такие как республиканцы и коммунисты, однако в этом ролике я делаю акцент именно на анархистской борьбе. Вообще, мне кажется, что Испанской социальной революции не было и нет равных до сих пор, ведь она больше всех других революций приблизилась к именно либертарным анархистским идеалам — идеалам свободы, самоуправления и солидарности. Именно тогда анархистки и анархисты смогли выступить как по-настоящему мощная и организованная сила. Им удалось мобилизоваться и на практике доказать, что люди способны мыслить намного эффективнее, без государственной палки, на принципах самоуправления и взаимопомощи. Порядок без власти оказался реальнее некуда. Что характерно, в отличие от многих других стран, где рабочий класс был более привержен идеям марксизма, в Испании трудящиеся придерживались анархосиндикалистских взглядов. Анархосиндикализм или рабочий анархизм предполагает низовую антииерархическую самоорганизацию трудящихся в профсоюзах, синдикатах трудящихся, когда рабочие берут предприятия в свои руки. Это в соответствии с анархосиндикалистской доктриной является первым этапом социальной революции. Российский историк Александр Шубин описывает это направление анархизма так. В отличие, скажем, от государственного коммунизма, анархосиндикализм стремится не к ликвидации традиционно общинных структур, а к переносу их в систему индустриальной цивилизации и к преобразованию последней на основе горизонтальной сети профсоюзов. Для понимания масштаба Национальная конфедерация труда или НКТ объединяла к моменту революции около 1 миллиона пролетариев и крестьян, а Федерация анархистов Иберии или ФАИ свыше 300 тысяч членов. Важно отметить, что анархисты Испании стремились не к захвату государственной власти, а к полному разрушению государства и капитала, к созданию нового общества на основе анархистского коммунизма. И вот в разгаре революционной гражданской войны в контексте анархосиндикалистского движения в 1936 году анархистки создали такую легендарную организацию «Мухерес Либрес» или «Свободные женщины». Но давайте посмотрим, чьей борьбе обязаны участницы «Мухерес Либрес», какие стратегии они применяли в борьбе за женское освобождение и почему значительная часть участниц «Мухерес Либрес» не хотели отождествлять себя с феминистками. Но начать я бы хотела с плавного погружения вас в контекст событий тех дней, потому что рассказать о «Мухерес Либрес» в отрыве от гражданской войны и революции просто невозможно. Давайте занырнем в конец XIX века и проникнемся той удивительной атмосферой зарождения анархизма в Испании. Начнем с того, что революционный анархистский фундамент выстраивался на протяжении 70 лет, начиная с 1868 года. Тогда в Испании впервые официально и появился анархизм. С приездом в страну представитель Международной ассоциации трудящихся революционера Джузеппе Фанели, который заразил как следует испанцев идеями анархизма. И надо добавить, что на тот момент это был анархоколлективизм. Марксизм, который проник в Испанию два года спустя, не прижился. А все потому, что испанский анархизм изначально опирался на прочные общинные принципы, эту общинную крестьянскую солидарность и сохранил тогдашний испанский пролетариат. Люди не были так сильно изолированы друг от друга и не стеснялись своих деревенских корней. Ведь издревле в сельских районах и городах Испании действовал принцип вольностей. Так, в средневековых городах Иберийского королевства, ныне территория Пиренейского полуострова, население активно пользовалось правами самоуправления и даже создавало свои федерации, так называемые братства, для борьбы с феодалами. Поэтому чуть позже анархистские идеи так хорошо прижились среди сельского населения. Учитывая кризис либеральной монархии в начале 20 века, все больше востребованными становились республиканские идеи. Очагом этого прогрессивного движения стала Барселона. Кроме того, в Испании тогда остро стояли и национальные вопросы. Баски, Каталония и Галисия требовали автономии. Вместе с тем, Испания представляла собой страну, начавшую переход от традиционного общества к индустриальному. Быстрыми темпами развивалась горнодобывающая промышленность, металлургия, машиностроение, текстильное производство. Так, переход от традиционного общества к индустриальному неизбежно привел к возникновению, так сказать, новых форм. Этот переход, кризис действующей системы, да и желание самих масс стряхнуть себя уже наконец статус терпил, порождая две тотальные противоположности – фашизм и анархизм. Но, разумеется, анархистские идеи не возникают в головах из воздуха, как, впрочем, и любые другие идеи. Этому поспособствовал многолетний тяжелый труд испанских либертариев. Создание рабочих и сельскохозяйственных союзов также сыграли огромную роль в распространении анархосиндикалистских идей. Но именно анархисты и учителя без преувеличения запустили самосознание работяг в космос. Учителя отправлялись в самые глухие заброшенные уголки страны, учили людей грамоте и связывали обучение с анархистской базой. Что самое трогательное, для многих простых людей того времени грамотность и обучение навсегда оказались связанными именно с анархизмом. Целью анархистской борьбы в конце XIX – начало XX века было по максимуму устранить разногласия как между рабочими и крестьянами, так и между мужчинами и женщинами, как бы сложно это ни было, учитывая, что многие анархисты были теми еще сексистами. Анархистам удалось таки обратиться к различным аспектам повседневной жизни каждого, и именно такой подход стал наиболее успешен в дальнейшей борьбе и объединении. Так анархистское движение приступило к формированию широкой сети инициатив и организаций, ориентированных на конкретные потребности самых разных групп испанского рабочего класса. Вскоре начали образовываться уже организации посолиднее. В 1919 году Национальная конфедерация труда, или НКТ, официально провозгласила в качестве цели либертарный коммунизм. В феврале 1936 года в НКТ насчитывалось уже около 850 тысяч участниц и участников, объединенных в нейерархические союзы и федерации по отраслям и регионам. Программа НКТ включала в себя и синдикалистские профсоюзные вопросы, установление минимальной заработной платы, например, и революционно-коммуналистские, запрет на труд детей до 14 лет, снижение оплаты за жилье, преодоление подчиненного положения женщин и так далее. Важно, что эти требования выдвигались от имени как промышленных рабочих, так и крестьян. Следует отметить, что НКТ не ограничивала себя организацией профсоюзов, поддерживались и развивались образовательные программы для взрослых и молодежи, была создана сеть самоорганизованных школ и культурных центров, выпускались журналы и газеты, благодаря чему еще больше людей вливалось в движение. В 1927-м создается Федерация анархистов Иберии, ФАИ, так сказать, боевое крыло НКТ. К началу войны в ФАИ состояло порядка 300 тысяч человек, однако позднее, в ходе гражданской войны, их подвергали критики за сотрудничество с республиканским правительством. Главной опорой анархистов и отличительной чертой, можно назвать разнообразие программ и организаций. И именно эта тактика и позволила анархистам учесть опыт самых разных групп населения. От городских пролетариев до сельских, разнорабочих, безработных, прислуги, надомниц. Такая вот инклюзивность на максималках. Именно такая вот уникальная общинная стратегия дала возможность анархистам задействовать в том числе и тех, для кого жизнь не определялась просто работой на фабрике. Этот подход вместе с анархистскими тактиками прямого действия и самоорганизации и вызвал такую мощную мобилизацию населения в рамках анархистского движения. Думаю, уже ни для кого не секрет, что в забастовочном движении за свои права сражались не только работяги-мужчины с заводов, но также и женщины. Они вообще с не меньшим рвением и энтузиазмом объединялись в профсоюзы, а участие в самих забастовках проходили наравне с мужчинами. Но некоторые забастовки организовывались и проводились исключительно женщинами. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Работницы преимущественно текстильной и табачной промышленности активно вовлекались забастовки и становились активистками движений. Благодаря такому стремительному росту отрасли, преобладания в ней сугубо женского труда и медленного, но верного объединения работниц в профсоюзы, здесь более или менее одновременно развивались два типа общественной деятельности – профсоюзная и общинная. В то время многие теоретики анархизма и социализма, хоть и признавали необходимость освобождения женщин для перехода к более прогрессивному обществу и важность женщин для движения, приоритетными эти задачи считали лишь единицы. Большинство левых ставили вопрос о подчиненной роли женщин, в лучшем случае вторым после освобождения трудящихся. Эта проблема, мол, должна была разрешиться сразу после революции, очевидно, каким-то волшебным образом. Ох уж этот неистребимый левацкий оптимизм. Впрочем, в левой маскулинной среде ортодоксальных марксистов и анархистов можно до сих пор встретить подобное видение. Но кто-то в то время шел дальше. Так, на съезде испанской социалистической рабочей партии в 1881 году социалисты обсуждали, а не запретить ли женщинам работать вообще? Как прогрессивно, не правда ли? К счастью, в 1886 году партия выдвинула в своей программе пункт о равноправии женщин, поэтому патриархалам пришлось заткнуться. Испанские социалистки наконец начали выходить из тени. В 1903 году некоторые из них осуждали доминирование мужчин и критиковали гендерное разделение труда, как на оплачиваемой работе, так и дома. В 1902 году в Мадриде и Бильбао появился ряд социалистических женских групп, однако большого успеха добиться им не удалось. Тем не менее, анархическое движение, конечно, уделяло гораздо больше внимания специфическим потребностям работниц, чем социалисты-государственники. Это можно было объяснить тем, что в регионах с сильными анархическими профсоюзами работниц было больше. Анархосъезды постоянно призывали к объединению работниц и равной оплате за одинаковый труд. Однако существовали анархисты, которые считали женщин скорее помощницами, и это еще в лучшем случае, чем самостоятельными революционерками. Но вообще среди мужчин-анархистов того времени существовало два лагеря касательно женского вопроса – прудонистский и бакунинский. Рассмотрим же два этих подхода. Пьер Жозеф Прудон – французский философ, анархист и женоненавистник, полагающий, что женщина перестает быть женщиной, если она занята политикой, литературой и наукой. Для Прудона женщина вообще была низшим существом, созданным для пользы и удовольствия мужчины. Он характеризовал женщин не просто как иных, но именно как неполноценных, как в физическом, интеллектуальном, так и в моральном плане. В своем труде «Что такое собственность?» он пишет «Мужчина и женщина – не товарищи. Различия пола ставят между ними такую же преграду, какую различие видов ставят между животными. Будучи далек от увлечения тем, что теперь принято называть эмансипацией женщины, я, пожалуй, склонен скорее, если б дело уже дошло до этого, запереть женщин в тюрьму». Этот видный и авторитетный для многих современных анархистов мыслитель в своих трудах последовательно занимался просто чудовищным расчеловечиванием женщин. Страшно представить, что бы этот гуманист написал про квир людей. Соответственно, прудонисты рассматривали женщин прежде всего в качестве инструментов воспроизводства населения, которые вносят свой вклад в общественную жизнь через свою роль в семье. Для них было достаточно провести переоценку работы женщины по дому, а ее работа вне дома должна всегда восприниматься вторичной по сравнению с мужской работой. Михаил Бакунин – русский теоретик анархизма. Хоть никогда отдельно не высказывался в пользу эмансипации женщин, но он рассматривал свободу как абсолютное право всех мужчин и женщин и отмечал возможность ее реализации лишь при равенстве всех перед всеми. Поэтому Бакунисты были во многом солидарны с марксистским пониманием освобождения женщины. Они признавали, что мужчины и женщины равны и что путь к освобождению лежит в их хождении в паралитарское движение. А для преодоления своего угнетенного положения женщинам достаточно было стать трудящимися и в рамках профсоюзов вести борьбу за улучшение положения всех рабочих. Удивительно, насколько удобными для мужчин являются эти две стратегии. Однако не стоит думать, что существовали только две этих позиции по женскому вопросу, а третьего в анархосреде того времени было не дано. К счастью, были и более прогрессивные точки зрения. Были те, кто считали, что истоки гендерного угнетения куда глубже и шире, чем просто экономическая эксплуатация. Уже тогда некоторые анархистки и анархисты полагали, что истоки угнетения женщин следует искать не только в экономике, но и в культуре, и что следует связывать это с обесцениванием женщин семьей и церковью. Кроме того, некоторые испанские теоретики видели связь угнетения женщин с их репродуктивной функцией и двойными стандартами сексуальной морали. Теоретики верили, что принятие новой, более раскрепощенной сексуальной морали, секс-просвет и распространение информации о контрацепции помогут женщинам выйти из-под гнета системы и стать полноценными участницами революционного движения. И хотя в конце 19 века женщины активно вступали в профсоюзы и в некоторых регионах с развитой текстильной промышленностью составляли в них большинство, в руководстве они были представлены редко. Более того, одна из наиболее известных анархисток, ораторок и организаторок того времени Тереза Кларамунд в своей статье в 1891 году указывала на то, что мужчины старались возглавлять даже те профсоюзы, в которые входили в основном женщины. Итак, по мере того, как женщины объединялись в профсоюзы, анархосиндикалистская борьба становилась все активнее. Женщины продолжали ожесточенно бастовать, несмотря на оскорбительный игнор большей части леваков мужчин. Причем участие женщин вывело забастовку далеко за пределы рабочих мест. К демонстрациям присоединялись тысячи женщин, многие из которых даже не состояли в профсоюзах. Так, многие каталонские текстильщицы вступали в профсоюзы и участвовали в забастовках. Настоящий взлет которых пришелся на 10-е и 20-е годы. Известно, что так называемыми зачинщицами и лидерками некоторых всеобщих забастовок были именно женщины. Они занимались и организацией, и участием. Так, в 1913 году прошла всеобщая забастовка текстильщиц, известная как Ла Констансия, где решающим стало участие анархисток. Репортажи об этом событии сообщали именно о зачинщицах, хорошо известных в народе. Несмотря на то, что на собраниях забастовки председатель мужчины, женщины часто выступали лидерками неформальных групп. Непоколебимость анархисток-работниц, их готовность идти до конца и получить реальные результаты очень хорошо проявились в данном кейсе. Мужчины, возглавлявшие профсоюз, призвали всех возвращаться к работе, удовлетворившись обещаниям сокращения рабочего дня до 10 часов. Однако работниц такой вариант не устроил. Они настаивали, что необходимо получить от властей официальную публикацию данного обещания и документ. Вот что сказала одна из анархисток. Если мужчины желают, пусть возвращаются на рабочие места, а женщины продолжат забастовку. Солидарность женщин из рабочего класса и организованность особенно проявились во время так называемой женской войны в Барселоне 1918 года. Женская война началась и велась местными активистками, требовавшими улучшения условий жизни. В ответ на вызванное Первой мировой войной увеличение стоимости жизни в январе 1918 женщины вышли на улицу Барселоны. Они атаковали грузовики с углем и требовали контроля за ценами на топливо. На протяжении нескольких недель демонстрантки перемещались по текстильным районам и призывали работниц присоединяться к забастовке. Забастовки были изначально направлены на улучшение качества жизни, но чуть позже появились новые цели. Улучшение условий женского труда, снижение оплаты за жилье, увеличение числа рабочих мест и открытие женщинам доступа к образованию. Также женщины выступали с антивоенными лозунгами. Именно во время забастовок 1918-1919 годов, направленных на улучшение уровня жизни, деятельность забастовщиц демонстрировала все новые примеры самоорганизации женщин из рабочего класса, их вырвавшуюся на свободу энергию и желание перемен. Даже несмотря на репрессии, женщины продолжали активно участвовать в забастовках и протестах. Мощное участие женщин в забастовочном движении можно проследить по доступной нам статистике тех лет. В официальных списках забастовщиков Барселоны в период с 1905 по 1909 есть имена порядка 7 тысяч мужчин и 1051 женщины. В аналогичных списках за 1909-1914 годы числятся уже почти 73 тысячи мужчин и почти 62 тысячи женщин. Ну а в 1913 году женщин участвовало в забастовках даже больше, чем мужчин. Порядка 57 тысяч женщин и 23 тысячи мужчин. Так что неудивительно, что с каждым годом, с каждой успешной забастовкой и протестом женщин в движении становилось все больше. Участие женщин и их лидерство становились все более решающими и очевидными в самых разных городах Испании. Однако участие в профсоюзах и забастовках еще не означало, что женщины получали формальное признание. Некоторые из них входили в правление профсоюзов, но большинство участвовало в профсоюзной деятельности только в статусе участниц. В начале 1920-х годов профсоюзами текстильной промышленности с подавляющим числом женщин все еще руководили и официально представляли на съездах мужчины. В 20-е годы Национальная конфедерация труда попыталась привлечь в профсоюзы не только женщин, но и других предъясняемых трудящихся. Однако диктатура Прима де Риверы 23-29 годов остановила профсоюзную борьбу репрессиями. Женщины стали участвовать в НКТ наравне с мужчинами лишь с провозглашением республики, то есть с 1931 года. Таким образом, именно благодаря отчаянной и самоотверженной борьбе женщин рабочего класса, которые выступили и против капитализма, и против патриархата, и против государственного гнета, стала возможна и дальнейшая борьба испанских анархисток, но уже на совсем другом уровне. На такой вот жизнерадостной ноте я заканчиваю первую часть своего повествования, а продолжение о борьбе свободных женщин и создании организации Мухерес Либрес вас ждет во второй части, которая очень скоро появится на этом канале. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, я очень долго и мучительно работала над ним, тема невероятно объемная, и мне хотелось посвятить именно вклад женщин рабочего класса в анархистскую борьбу. Надеюсь, мне это удалось. Господи, у меня такой ступор! Я буду благодарна за любую активность и распространение этого ролика. Всем огромное спасибо и пока! Субтитры создавал DimaTorzok